Как заявили авторы инициативы, такой разрыв между субъектами создает дискриминационные условия для потребителей услуг по передаче электроэнергии, является экономическим барьером для инвестиционных вложений в развитие тех областей, в которых установлен высокий тариф. В Россетях заявили, основой низких цен в Иркутской области является сформированный еще в советские годы комплекс энергоемких производств и три гидроэлектростанции. Напомним, еще в начале года депутаты КПРФ высказали опасения о значительном повышении платы из-за возможной продажи угольных активов Иркутской энерго. Там подчеркнули, что готовы устраивать митинги, чтобы не допустить подорожания электричества. Новость о том, что будут проданы активы, прогремела еще в конце 2019-го. По информации некоторых СМИ, компания планирует избавиться в том числе от ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 со всем оборудованием, инфраструктурой, а также тепловыми сетями. Возможным покупателем может стать «Газпром Энергохолдинг». На 26-й сессии законодательного собрания депутаты снова подняли эту тему, опасаясь, что продажа активов компании грозит значительным повышением энерготарифов в Иркутской области. Александра Барнакова, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск.